Привет-привет, с вами Review Machines и ваш привычный голос за кадром и я рад вас приветствовать на пятом этапе российской дрифт серии 2017. А это значит, что сейчас вас ждет очередная порция добротного жогова, много шума и дыма, парные танцы на асфальте, в общем все то, за что мы с вами так любим дрифт. На этот раз все действо происходит на Рязанском автодроме Атрон, как и всегда мы подготовили для вас кульминационную часть турнира, вы увидите топ-16 лучших пивотов в парных заездах и мы проследим за ними до самого финала. Мы снова благодарим пресс-службу РДС за разрешение использовать их трансляцию при создании этого ролика, если хотите узнать больше о российской дрифт серии, прогуляйтесь по ссылкам в описании, там много интересного. А пока пилоты греют резину, давайте быстренько посмотрим как сложилась ситуация на этапе к началу заезда в топ-16. Сейчас вы видите на ваших экранах результаты квалификации, которые повлияют на порядок выступления пилотов в основных заездах. А в этих таблицах представлены результаты заезда в топ-32, вы можете поставить ролик на паузу и подробнее рассмотреть кто из тридцати двух пилотов, которые прошли квалификацию, пробился в кульминационную часть заезда в топ-16. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее в своих кашах, заварите чайку и не забудьте пристегнуться, впереди нас ждет больше сорока минут отменного дрифт кайфа. Мы начинаем, погнали! Итак, Павел Бусыгин и Евгений Сатюков. Евгений Сатюков в роли лидера, разумеется, начнет эту дуэль пилотов команды Toyota Airs Gorilla Energy. Такое ощущение, что уже в разгоне ехал боком Евгений Сатюков. И потом только обозначил фридаши близко к стенке. Сатюков, Павел Бусыгин рядом, цепляет обочину. Четко через четвертую флиппинг-зону. Всего две остается до финиша и промахивается Павел Бусыгин. Микроскопический контакт там был, и полетели запчасти. Полетели задние фонари, похоже. Стартовый светофор, зеленый сигнал сейчас загорится. Да, там алгоритмика построена таким образом, что он всегда через неравные интервалы включается. Вот теперь зеленый все-таки загорелся. И Павел Бусыгин ведет эту пару на второй проезд. Серьезное преимущество Евгения Сатюкова по итогам первой части этой дуэли. И Сатюков близко на постановке оба, по-моему, мимо первой клиппинг-зоны. Теперь больше угол у Бусыгина. Оба попали здесь, но дистанция великовата, мягко говоря. Перекладка и промазывает Павел Бусыгин. Мимо пятой клиппинг-зоны. Это, это, это путь к провалу. Теперь Евгений Лосев, пилот команды «Аутопрофи» против Александра Казанцева. 800, более чем двукратное преимущество в лошадиных силах, но новая для Евгения Лосева платформа. Вайсфап, подвеска на которой он никогда до этого этапа не ездил. В общем, серьезный челлендж. И они ускоряются. Александр Казанцев рванул там вперед. Совершенно, мне кажется, зря. Сейчас Лосев может его на этом подловить, но не стал этого делать пилот из Иркутска. Вместо этого устремились во вторую клиппинг-зону наши участники. В третью попали. Хотя, может быть, и нету, видимо, на повторе. С противоположного угла и вылетает Александр Казанцев двумя колесами, а продолжит после этого уверенный дрифт, пока не удавалось никому. Лежат там метки, обе обозначающие клиппинг-зону. Поехали, поехали. Можно давать старт, сказал Алексей Мельчершов, наш руководитель гонки. И они поехали. Вот интересно, как теперь будет тактический Лосинг выстраивать свой стартовый рывок, имея преимущество в мощности довольно-таки серьезное. Воу! И цепляет гардрел Александр Казанцев. На этом все, ребята. Даже без относительного разворота в первом заезде мы констатируем очевидное. Евгений Лосев – первый участник ТОП-8. Пилот из Иркутска. Пилот команды «Аутопрофи». Два представителя Красноярска. Дамир и Диатулин, номер 87-й, на Тойоте «Альтеза». И Дмитрий Ермохин на «Сильвии» С-15. Два «Джейзет» и «СР-20». 680 и 400 лошадиных сил. Один город проживания и одна команда. Форс Чекпоин, Дамир и Диатулин, Дмитрий Ермохин. Воу! Агрессивный разгон. Жалко, что не показывает ничего нам радар. Мега постановка. Синхронно, четко, агрессивно. Чуть лучше траектория у Идиатулина. И он промахивается. Мимо третьей игры «Бензона», Ермохин, четко исполняет перекладку. Тут как тут, уже в двери у своего лидера. Иииии, да, это были колеса за пределами трассы. Ну а аплодисменты. Дмитрий Ермохин, Дамир и Диатулин. Красные огни светофора сменяются зеленым, и они поехали. На заднем крыле попытался там повиснуть Дамир Но Эдмитрий Ермохин не промах И кажется промах Он в смысле первой клиппинг зоны Во вторую тоже гораздо глубже заехал Дамир И с третьей проблемы у лидера этой пары Воу-воу-воу И заметился темп там у Ермохина И судьи это обязательно оценят там Дамиру Пришлось буквально спасаться Искать какие-то альтернативные траектории Чтобы компенсировать упавший темп лидера Спасибо Никита Спасибо за эти экстра оперативные интервью И вот этот титр Где решили судьбу Дамира Идиатулин Он наверное и сам уже не рад Что рекрутировал Ермохина в команду Force Checkpoint Но получилось так как получилось Дамир Идиатулин Дальше будет наблюдать за происходящим Из вот этой розовой палаточки Поддерживать Дмитрия Ермохина Последнего бойца Force Checkpoint Которая остается у нас в строю Ну что ж пилоты пока делают все Чтобы турнирная таблица чемпионата Всполталась как в блендере Ну и внесет ли свою лепту Евгений Сатюков Снова он в роли лидера Против Павла Бусыгина Влетает во второй клеппинг зона Чего не делает Павел С третьей похоже обратная ситуация Но нам нужен реверс-энгл И мы его увидим на повторе Пока Павел Бусыгин промахивается Минус пятый Это точно и оба Мимо шестой Дело пахнет валидолом дорогие друзья Валидолом Все вместе называется мотор General Motors LSA Занимает место слева по ходу движения Два GZ под капотом Сильвии С-14 Евгения Сатюкова И так Бусыгин или Сатюков Амбиции в этом сезоне Или колоссальный опыт двукратного чемпиона И в критирочку там начали ускоряться Пилоты команды Toyota Airs Gorilla Energy Лучшая постановка у Бусыгина Но все же не хороша Мимо второй клеппинг зоны Оба! Что же вы творите-то? Перекладка И опять Сатюков отстает Преследуя Павла Бусыгина И снова повторяется ситуация Предыдущей дуэли этих же пилотов Практически все что можно Промазал Сатюков И опять судеб придется мучительно Вычислять И взвешивать эти ошибки Ну что же У нас созрело судейское решение Павел Бусыгин Участник топ-8 И будущий соперник Евгения Лосева А все почему? А все потому что Евгений Сатюков умудрился промазать Мимо половины клеппинг зон До четырех даже Клиппинг зон При этом отстал Еще и с маленьким углом ехал И все это вместе не дало Судеб моральных и физических оснований Юридических в том числе Назначить еще один One more time Поэтому вот на таком обескураживающем проезде Мы заканчиваем спор двух пилотов команды Toyota Airs Gorilla Energy Павел Бусыгин остается в строю И будет соперничать с Евгением Лосевым Ну а пока Два пилота Форвард авто На трассе Георгий Чевчак впереди Иван Никулин в роли догоняющего Ой-ой-ой Вот эта постановка И Не выдерживает Этого темпа Иван Никулин Смотрите прямые колеса Мимо клиппинг зоны Что происходит вообще Гочи здесь тоже соскочил задним левым Ой-ой-ой Что творится Что творится Это Иван Никулин и Георгий Чевчан Ну что ж теперь Иван Никулин должен хотя бы реабилитироваться за прошлый проезд Ждем, ждем, ждем Этого с нетерпением Зеленый сигнал И Предвосхищая буквально Вот эту иллюминацию Сдвинулись с места Дессильвии Контакт был И отлетел расширитель арки От автомобиля Георгия Чевчана Синхронная постановка Небольшая коррекция угла Сейчас будет у Гочи Он промазывает вторую колбин зону Попадает третью Перекладка Предельно малая дистанция И еще раз Оба мимо Доплевать в общем-то Парный дрифт Да, это то самое Автомобильное танго ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Никита! Спасибо, Дамир! Спасибо, Дмитрий! Георгий Чевчан! Официально вот вам титр Соответствующий Участник ТОП-8 Он там встретится с Дмитрием Ермохиным Еще одну пару мы также знаем Евгений Лосев и Павел Бусыгин Вот это будет тоже агрессивно Ну а сейчас Федор Воробьев против Ильи Федорова из команды Тюнинг Фэктори Аймолл Смотрите, какие позы даже одинаковые Они приняли На этой официальной съемке Для нашей графики ВАЗ-2105 Против Ниссана Сильвии Уже будем его так называть С-13 Потому что руль на правую сторону Переставили в команде Тюнинг Фэктори Разные моторы Оба шестицилиндровые Но с разным количеством турбин И разными показателями 500 сил у Федорова Робьева И 636 у Ильи Федорова Который, как мне показалось Промахнулся мимо первой Клиппинг-зоны Мы будем ждать доклады судей Пока сокращает дистанцию Илья Федоров Но не так просто Федя Смотрите, больше угол У пятерки Микроскопическая коррекция Ручником И промахнулся Мимо Промахнулся мимо Пятой клиппинг-зоны На шестой И вовсе развернулся Федор Воробьев Нам нужен повтор Заднее левое колесо По-моему, стоит уже с положительным развалом Что не очень хорошо Да нет на самом деле Никаких эмоций Расстройства Поскольку Заезд проходил достаточно ровно И в конце Вот этот вот удар Он Каким-то образом Непонятным поломал Мне два привода То есть был удар И После этого машина перестала ехать Я сам, честно сказать Не понимаю Как так может быть Но там разломался один диск Видимо, как-то заблокировал трансмиссию И срубил два привода Поэтому Обидно Но Что же делать Федос Ну, трансмиссионные потери Мне очень близки И привода И коробки И сцепление мотора Я тебя, как никто другой, понимаю Но я тебе хочу сказать Что тебя там Любят очень Поддерживают Потому что у тебя Жигули Потому что ты круто едешь Потому что ты симпатичный парень И В общем Федос Не расстраивайся Это автоспорт Все Спасибо вам Ну что ж, друзья мои Вот вам решение Судейского корпуса One more time Объявлен В противостоянии Федора Воробьева И Ильи Федорова Ну Все в руках Механиков Федя Воробьева Я не знаю Смогут они что-нибудь сделать Или нет Что они там будут Заваривать Переваривать Я уверен Что сейчас весь Сервис парк Который там есть На выезде Бросится на помощь Пилоту пятерки Ну а мы Двигаемся дальше У нас нет другого выхода И На старте уже давно Аркадий Пучинин Город Санкт-Петербург И Александр Щеголев Город Москва Две BMW Разной генерации 30-я у Пучинина 36-я у Щеголева М60B40 Мотор баварский Под капотом Тридцатки И Toyota 2JZ Этим мотором вооружена BMW E36 Пережившая Пластическую операцию И взирающая на мир Фарами От 46-й Трешки Поехали Аркадий Пучинин В роли лидера Разумеется Вчера был он Очень крут В квалификации Постановка Hero Style Щеголев едва Справляется с заносом Но все-таки Спасает этот проезд Для себя Проваливается Опять на больше угол Не успевает Вовремя переложиться Аркадий Пучинин Чуть сбросил темп Подарил некую фору Своему сопернику Но дистанция Все еще Очень велика Между автомобилями И будет Недопримирован Скажем так Небольшое преимущество Все-таки у пилота Из Санкт-Петербурга Второй заезд Здесь уже Ложать нельзя Аркадий Пучинин Вцепляется В мертвую хватку Попытался поставиться Раньше Меньше угол У тридцатки И Перекладка Опять больше угол У Щеголева Но ближе Гораздо Аркадий Пучинин И здесь попали Оба В шестую Клиппинг-зону Аплодисменты Собравшихся Александр Дмитренко Сейчас В роли лидера Начнет следующую дуэль Ну а Пилот Который больше улыбается На фотографии Проходит дальше Сейчас Проходит Топ-8 Его соперником Как раз и станет Или Федор Воробьев Или Илья Федоров Сейчас Ищут Короткие Приводы Для автомобиля Федора Воробьева Пытаются Пытаются Восстановить Пятерку От которой Мало что осталось С технической точки зрения Но А у нас Битва Москвы И хребта России Просто Итак Александр Дмитренко BMW E92 С мотором LSX 666 Лошадиных сил Город Москва Против Андрея Остапова Номер 80 Lexus IS300 С мотором 2JZ Мощностью 550 Лошадиных сил И всего лишь Одна вакансия В топ-8 Кому же она Достанется Вот эти парни Немного Сомневаются В происходящем По-моему Андрей Остапов Если верить Вот этой фотографии В остальном Их рассудит Трасса Их рассудят 445 метров Разогретого солнцем Рязанского асфальта Они поехали Саша Дмитренко Вчера въехал В топ-3 Квалификации Андрей Остапов Также был хорош Но не настолько Опять херу ставил Поставок в исполнении Дмитренко Два колеса За пределами трассы И Попал таки В стену Андрей Остапов Но не прекратил Борьбу Браво Браво Андрей Ех Промахивается Мимо пятой Клиппинг зоны Но не отпускает Своего Лидера Воу Вот это было мощно Ребята Ну мы прекрасно Мы знаем что когда в кольцевых гонках Один пилот выбивает другого с трассы Да он виноват И да ему положена некая пенализация Но он например продолжает гонку А тот кого он выбил нет Да со штрафом и так далее Ну что его расстреливать И как вы знаете Никаких компенсаций Например денежных После гоночных инцидентов Не следует Никто Не ходит потом Со счетом из сервиса И не рассказывает о том Что ты мне детскую тачку поцарапал Евгений Ружейников Из той тайны С Гориллы Энерджи Против Аркадия Целеграцева Из Фэл Крю Супер битва Раунда Топ 16 Ружейников Как хорош Как по лекалу Заходит во вторую Клиппинг зону Не было ли там контакта Или просто потерял Оступление переднего Сильвия с 15 Мы это увидим На повторе Пока Пятая клиппинг зона И Наконец Финиш И что ж это такое Очень большое Катастрофически большое Преимущество У Евгения Ружейникова И что сейчас может спасти Аркадия Целеграцева Ну только если Ружейников Перегорит сам себя Наверное Воу Воу Это было сумасшедшее Фуридаши В исполнении Ружейникова Опа промазали Вторую Клиппинг зону Их похоже Это вообще не интересует Они хотят ехать Друг другу в дверь И смотрите Большу Да не Ну перестаньте Ну что это было А пока Евгений Ружейников Выходит в следующий раунд В раунд ТОП-8 И встретится там С Андреем Остаповым Спасибо большое Ребята Спасибо что вы с нами Вы отличная публика Это правда Смотрите дрифт Ну что же Увенчались успехом усилия Команды Федора Воробьев Да что там Всех механиков Каждый попытался Я думаю Внести свою лепту В то что происходит Прямо сейчас Федор Воробьев Против Ильи Федорова One more time Они поехали Федор Воробьев Разумеется Снова в роли лидера Как же сейчас будет Старательно Избегает Любых контактов Илья Федоров Победит Разумеется Сильнейший И Дуэли небольшое, но есть Вот это рванул Сейчас Илья Федоров 636 лошадиных сил VR38 И что это за постановка Что это за вялость В наращивании угла Федя-то не сдается Смотрите, здесь К четвертой клиппинг-зоне подъезжает К своему сопернику Всего лишь две остаются до финиша Перекладка и... Промахивается опять Федя Итак, мы снова здесь Мы снова на трон интернешнл-сокет Итак, решение судей есть И никакого рестарта не будет Действительно, было движение Автомобиля Ильи Федорова До зеленого сигнала светофора Но судей посчитали После многочисленных Но после многочисленных просмотров И пересмотров Было решено, что это не дало Илье Федорову решающего преимущества Проанализировав два заезда Судьи приняли решение, что дальше В топ-8 выходит Федор Воробьев Итак, друзья Вот мы и плавно подобрались К топ-8 пятого этапа российской Дрифт-серии 2017 Не будем сбавлять обороты Впереди самое интересное Смотрим дальше На Toyota GT86 2JZ против LSA 850 против 760 лошадиных сил И готовность проверяет судья на старте Загораются красные огни На вот этом столбике И они поехали Евгений Лосиф, Иркутск Павел Бусыгин, Москва Аутопрофи и Toyota Airs Gorilla Energy Разгон, постановка Ей-богу, могло бы быть поэнергичней Промакивается Павел Бусыгин Но это еще не финал Это только четвертая клиппинг-зона И заезжает Заезжает почти в дверь своему сопернику Павел И здесь промахнется Мимо шестой клиппинг-зоны Досадно Досадно, что при таком хорошем близком дрифте Итак, Павел Бусыгин Против Евгения Лосева Битва гигантов Российского дрифта Если вы понимаете о чем я Итак, погнали, погнали, погнали Они уже на разгоне Они уже ускоряются к точке Фуридаши И раньше гораздо ставится Павел Бусыгин И Лосев стучится в дверь В прямом смысле слова Оба мимо первой клиппинг-зоны Оба, мимо второй точнее Ох, как близко Лосев к Павлу Бусыгину Какие перекладки Да, промазал пятую Но... Ой! Да, начал разворачиваться там Павел Бусыгин И тут, как тут был Женя Лосев Тут же наградил его тычком Мы в эфире Мы в эфире, ребята Мы в эфире Идите сюда Еще пять шагов Еще ближе, ближе, ближе Туда смотрим Говорим, что произошло, пацаны Тут такой замес Все ничего не понимают Ну, короче, реально был крутой заезд Бойцовский заезд Я прямо ощутил Не видно ничего было Все было в дыму Старался ехать близко Старался думать о клипах И в конце произошло столкновение Но правой стороной посмотрел Вроде, блядь И удара-то нет Не видно ничего Паша, ты что скажешь? Когда я ехал вторым Очень кайфанул от заезда Был максимально близко Но промазал пару клипов А когда я ехал первым Ехал по судейскому заданию Вроде все круто получалось И в последней перекладке Был контакт Собственно, и потом я развернулся Ну, в общем, мясо Судьи сейчас смотрят Решают Тачки все раздолбаны Потому что непонятно Сколько было контактов Первым полуфиналистом Пятого этапа Российской дрифт-серии Становится Павел Бусыгин Номер пятый Все готовы Ждем сигнала Руководителя гонки И сигнал этот Прозвучал В полтора раза больше Лошадиных сил У Георгия Чевчана Форвард Апто Против Форс Чекпоинт И только одно место В полуфинале Они поехали Как сейчас вцепились В ручки кресел Красноярцы Я себе представляю Два пилота Из родного города Могут сойтись Могли бы сойтись И в финале Классно Близко Чуть меньше угол У Гермокина Он сейчас уходит внутрь Надо немного корректироваться Оставляет место На перекладку И еще одна И теперь Пуганул немного Сам себя Дмитрий Гермокин Промазал Пятую клиппинг-зону Но справился С мандражом И промазал Таки шестую Да что ж ты будешь делать Ай-яй-яй-яй-яй-яй Преимущество Не равно победе Хотя мы знаем Как хорош Гоча В езде вторым номером И мы догадываемся Как здорово Он знает Дмитрия Ермохина И значит Как близко может подъехать Зеленый сигнал Даже полсекундочки Мне кажется Выждали Красноярцы Перед тем Как рвануть На второй акт Этого потрясающего дерби Постановка Чуть помедленнее В этом элементе Ермохин Целую книгу Можно написать Федор Воробьев Слева по ходу движения Стоит его автомобиль Такой наследник Целеградцева В смысле красноглазости И Александр Щеголев Который вот так вот Как-то с ветерком Прокатился до топ-8 Посмотрим Сможет ли он Так же играючи Преодолеть сопротивление Федора Воробьева Федор прошел через Очень тяжелую битву Что-то говорить Хорошо Рванул Федор Воробьев Больше у него угол Здесь Попали во вторую Крепельзону Оба Александр Щеголев Так как близок Угол повезет Ох Это ошибка Феде Воробьева Это ошибка Федора Воробьева Александр Щеголев Против Федора Воробьева Разгон Две Два пятисот Тильных Два джейзета Вместе Здесь Во втором акте Этой дуэли Хорошо Щеголев Поближе Оба Оба По-моему Через грунт Сейчас Проезжали Третью клиппинг Зону И Ну что же Вот он финиш Вот он финиш Следующая пара Участников Топ-8 И у нас Что у нас есть Интервью Есть ли у нас интервью У нас есть точно Никита Шиков Это я знаю Поздравляем тебя В топ-4 в РДС Ты так никогда далеко не уезжал Какие у тебя эмоции Ну это круто Но на самом деле Меня сейчас больше парит Сломается у меня тачка Сейчас или нет Меня Техническая сторона Траектории мало волнует Просто нужно бахать На все деньги Пока турбина не развалится Вот и все Хорошая у тебя видимо турбина Ну в общем поздравляем тебя Давай дальше Не отпускай газ Спасибо Спасибо Евгений Ружейников Toyota Air С Gorilla Energy Его Silvia S15 Против него Lexus IS300 Андрея Стапова Из Екатеринбурга Переглянулись Поехали Евгений Ружейников Двукратный чемпион Лавры Победителя Двукратного чемпиона Конечно очень соблазнительный куш Но промакивается Мимо первой Криппинг зоны Андрей Остапов Опять Опять он это сделал И опять поехал дальше Что за парень Что за отчаянный Андрей Остапов И покрышка-то ему Нипочем И спасателей наших Ничуть не жаль А про бамперы Я и не говорю вовсе Зеленый сигнал светофора Почти синхронно срываются С места два автомобиля Евгений Ружейников Будет преследовать Андрей Остапов Повисает на заднем бампере У пилота из Екатеринбурга Чуть запаздывает С постановкой Меньше угол Ружейникова Чего он ждет От Остапова Если так боится Дать угла Перекладывается Надо уже сокращать Дистанцию Евгений Еще перекладка И теперь уже Ох Сколько было там коррекций Микроскопическое просто Прозрачно было Между автомобилями Да зачем же Просто затмение Затмение Или как однажды Сказал сам Евгений Ружейников Про другого человека Альцгеймер Совсе чудесатей Чудесатей Как сказала Алиса В произведении Льюиса Кэррола Первый полуфинал Павел Бусыгин Тойтайр Сгорел Энерджи И Георгий Чевчан Форвард авто Соседи По турнирной таблице Мощностью 780 лошадиных сил 760 Прошу прощения Полуфинал С этого момента Мы не прощаемся С пилотом И победителем Этой пары Отправится в финал Прямиком И точно будет на подиуме Проигравший Отправится Бороться за третье место Итак Павел Бусыгин 32 место Во вчерашней квалификации Еле-еле попал В парные заезды И вот он И вот он Против Гочи Который сейчас Ошибается по траектории Ой-ой-ой-ой Лок Соперника Здесь заузил Траекторию Георгий Чевчан Павел Бусыгин Своевременно Не распознал этот маневр Но вот он Тут как тут Под бортом У желтой сильвии Они уже в шестой Клиппинг зоне И финиш Ну что Судьи пока Не склоняются В пользу Ни одного Из пилотов Итак Равенство И возможно Судьба путевки В финал Решится в этом Заезде Павел Бусыгин Впереди Гоча Будет конечно же Стараться ехать В дверь Ехать максимально близко Что мы сейчас И видим с вами Что сейчас И происходит И мимо Мимо Шестой Клиппинг Зоны Оба пилота Гоча Расскажи Ну я что Перегнул палку Чуть-чуть На постановке Сильно Резко Поставился И что-то Вылетело Все дальше Да Ну и Вечереет Асфальт Видимо Попрохладнее Стал Но нужно Подготавливаться В плане Зацепа Получше Не пацаны Заезд максимально Жирный Зрители Кайфовали Там стена Покрышки Желтая тачка Все вот этого Вот так ждали Не ждали В общем Эмоции Вы дарите Кайф Мы за этим За это и любим Ждем решения судей Бусыгин Он Первый финалист Пятого этапа Российской Дрифт Серии Чуть больше сил У Остапова И более агрессивный Дрифт Я бы сказал Щеголев Зато Каким-то образом Завербовал Фортуну Сегодня На свою сторону И я не знаю Что этому Противопоставит Остапов Пока не смог Никто Ничего Противопоставить Фортуне Александра Щеголева Смотрим же Этот заезд Агрессивная постановка Будет ли удара По крышке Нет Не в этот раз Друзья мои Не в этот раз Пока все четко Исполняет Андрей Остапов Первым номером Блестящая перекладка Хороший темп Самый угол Пятой Клиппинг Зоны И мы Увидим Это на повторе Потому что Страшно интересно Попал он там Оба пилота Усовременили Свои автомобили Путем пластических операций Пересадки лицевой части Оба оснастили моторами Тойота 2JZ Ну про мощность Я вам уже рассказывал Чуть мощнее Автомобиль У Андрея Остапова Зеленый свет Они поехали Возможно Решающий раунд Битвы За последнюю Вторую путевку В финал Четко Первая клипинг зона И теперь Щеголев С микроскопическим углом Увлекал Остапова Туда к стене Но Андрей Остапов Уже достаточно Ай-яй-яй Промакивается Мимо четвертой клипинг зоны Пилот из Екатеринбурга Надо Надо догонять Или Или что Или у нас будет One more time One more time Объявляют судьи В споре Андрея Остапова И Александра Щеголева Номер 46 Город Москва БМВЕ 36 Оба автомобиля С моторами 2GZ И Мы ждем Команды Светофора Теперь уже Как хорошо его видно В этих наступающих сумерках Зеленый сигнал Андрей Остапов Снова лидер Щеголев Снова в роли Догоняющего На кону путевка В финал Там уже Дожидается Своего соперника Павел Бусыгин Поехали Остапов По кромке трассы Заезжает во вторую Клиппинг зону Берет третью Щеголев На прямых колесах Зарезает Чудом не заехал В борт Своему сопернику Пилот БМВ Здесь Образцовый проезд Андрея Остапова И он уже на финише Щеголев финиширует Руководитель гонки Это официальная должность Никакой гонки в дрифте Конечно нет Но руководитель должен быть Итак Поехали Александр Щеголев Против Андрея Остапова Постановка Хорошо Агрессивно Справится ли? Справился Александр Щеголев Мимо второй Клиппинг зоны Проехал Андрей Остапов Перекладка Да что ж такое Они опять Это One more time что ли? Я не понимаю Что происходит? Соберись Остапов Весь Екатеринбург На тебя смотрит Прямые колеса Перед шестой Клиппинг зоной Выпей яду Что в общем Человек Который вообще Не претендует На какие места В этом чемпионате Окажется в финале Против Павла Бусыгина Я боюсь за Пашу Ей богу Мне страшно Битва за третье место Остался финал Разумеется Финал В котором сойдутся Павел Бусыгин И Александр Щеголев Кто вообще В каком бреду Мог бы представить Такой состав В финале Ну ладно Бусыгин Но Щеголев Это нечто Невообразимое Впрочем Андрея Остапова Если честно В топ 4 Мы как бы не очень ждали Потому что Не были осведомлены В полной мере О его навыках Но он свои навыки Доказывал С самого первой битвы Просто Крыша с носной битвы Итак Естественно Георгий Чевчан Лидирует В первом заезде Лидирует я сказал Да все правильно Ох какая скорость Какой темп Чуть меньше угол У Остапова Перекладка Висит на заднем колесе У Чевчана Пилоты из Екатеринбурга И оба попадают В пятую И шестую Клиппинг зоны Разве что Чуть отстал Под конец Второй заезд Этой пары И Светофор Зеленый Погнали Теперь Андрей Остапов Разумеется впереди И мы посмотрим Посмотрим Как же близко Сможет проехать Георгий Чевчан Почти Синхронная постановка Остапов Широко Так как он любит И тут Как тут Гоча Тут как тут На минимальной дистанции И здесь тоже Зацепил обочину Но гораздо ближе Своему сопернику Чем был Андрей Остапов В предыдущем заезде Ой-ой-ой-ой Как близко Как здорово Как круто Это финиш И Кто в принципе Мог предположить Что в главной дуэли Этого сезона Сойдутся Эти Два Парня Ну что же Вот они Вот они на старте Александр Щеголев Да В роли лидера Потому что Павел Бусыгин Был 32-м В квалификации А ниже некуда И Сейчас Под ваши аплодисменты Александр Щеголев И Павел Бусыгин Начнут битву За победу На пятом этапе Вы готовы? Поехали Павел Бусыгин Павел Бусыгин Павел Бусыгин Сейчас мы узнаем Кто же One more time One more time One more time Это тоже Это тоже важное обстоятельство Которое Судьи конечно же Учитывают Можно стартовать? Я понимаю Немного энтузиазма Осталось Под занавес Сегодняшнего дня Но надо напрячься Надо поаплодировать Этим парням Поехали Ееееееее Павел Бусыгин Ну что ж друзья Давайте поздравим победителей Думаю Результаты пятого этапа Для многих Стали весьма неожиданными Но это даже лучшая Интрига сохраняется Как свежитая ситуация По итогам этого дрифт сезона Думаю пока судить Никто не возьмется Сейчас давайте взглянем Как обстоит дело С турнирной сеткой сезона На данный момент То есть по итогам Пятого этапа Рассмотреть подробнее Можно на паузе А я тем временем Хочу напомнить Что следующий шестой этап РДС Состоится уже менее чем Через месяц И пройдет он В Нижнем Новгороде Есть кто оттуда? Давайте-ка устроим Перекличку в каментах А также жду Ваши мнения там же Кто на ваш взгляд Достойнее всего Раздавал сегодня Ну и конечно же Ждем традиционных откликов Что трасса полная Г Комментатор бесит А судьи вообще не шарят в дрифте В общем увидимся в каментах, друзья А пока будем ненадолго прощаться Спасибо, что смотрели Подписывайтесь на канал Включайте колокольчик Если вы хотите всегда узнавать О наших новых роликах Оставайтесь с нами Впереди много интересного До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok